Всем привет! Меня зовут Лидия Холодкова и я менеджер проектов в отделе по инклюзивному образованию РО и перспектива. В рамках реализации проекта Абсолют помощь мы записываем серию видеороликов, в которых рассказываем о разных сторонах инклюзивного образования. И сейчас я расскажу вам про шрифт Брайля. Шрифт Брайля это рельефно-точечный тактильный шрифт, который используется для чтения и для письма незрячими и слабовидящими людьми. Шрифт Брайля был придуман Ли Брайлем, когда тот потерял зрение. Этот шрифт был вдохновлен ночным шрифтом, который использовали для записи донесений, чтобы можно было читать в темноте. И Ли использовал его для того, чтобы читать, писать и общаться с другими людьми. Но шрифт Брайля это был не первый способ чтения и письма для незрячих и слабовидящих людей. До того, как появился шрифт Брайля, Валентин Гаюи в 1874 году изобрел первый тактильный шрифт. Шрифтом, который изобрел Валентин Гаюи, пользовались слабовидящие и незрячие. Этим же шрифтом были адаптированы и переписаны многие книги, и первые книги, которые были написаны и адаптированы для незрячих и слабовидящих людей, был именно этот шрифт. Но со временем выяснилось, что такой шрифт не совсем удобный, ввиду того, что чтобы прочитать слово или фразу, требуется достаточно много времени и нужно как-то упрощать эту систему. После этого появлялись различные шрифты. Был шрифт на основе треугольных форм, был шрифт на основе упрощенных двух в латинице. И после этого появился тот самый шрифт Брайля, который состоит из трех точек по вертикали и двух точек по горизонтали. В рамках этих шести точек можно составить 63 комбинации символов. Из 63 комбинаций символов может быть недостаточно для того, чтобы отобразить на бумаге все необходимое. Поэтому предпринимались новые попытки усовершенствовать уже достаточно удобный шрифт Брайля. Появился весьма точечный шрифт и разные другие вариации точечных шрифтов, но по итогу времени оказалось, что все они недостаточно удобны в использовании и преимущество большего количества комбинаций, при этом не упрощает использование этого шрифта. И шрифт Брайля все еще остается самым популярным способом передачи текстовой информации для незрячих и слабовидящих людей. Во всем мире насчитывается порядка 280 миллионов незрячих и слабовидящих людей. При этом в России по неофициальной статистике порядка 218 тысяч человек слабовидящих или незрячих. При этом люди, владеющие брайлевской грамотностью, умеющие читать или писать с использованием шрифта Брайля, составляют 7-10 процентов от общего числа незрячих или слабовидящих людей. Это связано с тем, что доступность материалов, доступность изучения и каких-то навыков брайлевской грамотности, она достаточно низкая и не всем удается освоить ее и использовать ее в окружающей их жизни. Наверняка многие из вас сталкивались со шрифтом Брайля, потому что согласно программам о доступной среде в Российской Федерации, многие объекты, указатели зоны в городе, которые подписываются тем, чем они являются на самом деле, также дублируются на шрифте Брайля. Из особенностей шрифта Брайля можно сказать, что шрифт Брайля не масштабируется и эти шесть точек должны быть всегда определенного размера. Это связано с тем, чтобы эти шесть точек попадали ровно под величину среднестатистического пальца и можно было удобно и быстро прочесть написанное. Помимо текста шрифт Брайля можно использовать для того, чтобы незрячие или слабовидящие люди могли прочитать карты, линии или рисунки. Конечно, рисунок теряет часть себя, когда его переносит в точки, но при этом у незрячих и слабовидящих людей появляется возможность прочитать, увидеть то же, что видят все остальные люди. Можно еще очень много рассказывать о том, как сделать пространство, окружающее нас, более доступным и удобным для всех людей с разными особенностями, с разными потребностями, но этой информации настолько много, что в рамках этого ролика просто не успеть. Поэтому за остальной информацией заходите к нам на сайт и смотрите остальные ролики этой серии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok